Федеральная антимонопольная служба начала свою работу 15 лет назад, с 9 марта 2004 года. С тех пор жизнь россиян изменилась. Для кого-то изменения эти едва заметны, как, например, пресечение нарушений, связанных с усилением громкости звука в рекламе. Так и изменения значительные. Исчезновение скрытых комиссий при выдаче кредита. При выдаче кредита населению взималось огромное количество скрытых комиссий. Комиссия за открытие кредита, за рассмотрение заявки 2000 рублей, например. Потом за досрочное погашение кредита взималась комиссия. И в результате, когда все вот эти комиссии, можно было посчитать расходы по обслуживанию своего кредита, то сумма превышала ту величину, на которую мог рассчитывать клиент с учетом процентной ставки. Вот здесь антимонопольный орган очень активно принимал участие. И сейчас, вы знаете, никаких скрытых комиссий нет. Уфас России обеспечил конкурентный порядок выплаты пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам. К тому же исключены необоснованные преимущества для отдельных банков при размещении во вкладах денежных средств некоторых категорий граждан. Законодательство о рекламе, о торговле, о госзакупках – все это разработало ведомство за 15 лет. И продолжает над этим работать, потому что нарушения есть всегда. Так, в 2019 году уже вынесено решение в отношении МУП РМПТС из-за нарушений запрета на злоупотребление доминирующего положения. Согласно законодательству, запрещено прекращать поставку воды на срок, превышающий 14 дней. Притом, если все это согласовано с жильцами. В городе Рязани единственной теплоснабжающей организацией является муниципальное предприятие РМПТС. И по анализу работы данного предприятия, как раз в этом направлении, летом 2018 года, были установлены грубые случаи нарушения этого закона. В частности, летом 2018 года прекращалось горячее водоснабжение в большое количество квартирных домов, более 40 домов города Рязани. На срок, превышающий 14 дней, в ряде случаев этот срок составлял 45 дней. Сфера ЖКХ, как сказали представители УФАС, находится у них под постоянным контролем. Руководство Федеральной антимонопольной службы рассказали, что больше всего жалоб к ним поступает на рекламу. Хотя, как уточнили они по сравнению с другими городами, рязанцы жалуются не так много. Вы знаете, есть направление, я так уж и скажу, где по жалобам мы несколько отстаем от других субъектов Российской Федерации. Не совсем в Рязанской области люди любят жаловаться. У нас будет такая положительная практика, когда антимонопольный орган конкретно помогает гражданам и юридическим лицам, то, возможно, количество жалоб может быть увеличено. В конце пресс-конференции сотрудники ведомства поделились планами на будущее. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.